Уже более ста лет учёные бьются над вопросом, как работает мозг человека. То самое серое вещество, покоящееся в черепной коробке, благодаря которому люди осязают, ощущают, видят, говорят, слышат, но самое главное – думают, выражают эмоции и принимают решения. Но как работает мозг человека? Открытий сделано очень много, но тайны загадок от этого меньше не стало. Речь идёт о том, что, к сожалению, как вы все знаете, такие ситуации, связанные с инсультом, травмой мозга, болезнью Паркинсона, Альцгеймера, они не решены ни в одной из стран мира. Над секретами головного мозга давно работали и наши белорусские учёные, что и послужило стимулом принять решение об открытии при Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси специализированного центра мозга. Своевременно было создавать вот этот центр мозга, чтобы вот те данные фундаментальные, которые накапливаются в течение десятилетий с момента создания Института, они в конце концов начали как бы более активно внедряться в клиническую практику. В своих научно-исследовательских лабораториях учёные проводят исследования в области нейронных сетей мозга и изучают, как, например, формируется процесс запоминания. На счету и проекты мирового значения. Один из них – лечение травм головы и инсультов с использованием стволовых клеток самого пациента. Если есть какие-то поломки, сбои в работе органов и систем, в частности мозга, то помочь ему восстановить нейронные сети, помочь вновь восстановить нарушенные функции, ну, например, после травмы, как вот у Шумакера произошла, или вот после травмы у кого-то другого. Но одно дело проводить исследования в научных лабораториях и совсем иное – наблюдения и выводы практикующих врачей. Поэтому основной задачей при создании центра, подчёркивает его руководитель Владимир Кульчицкий, чтобы результаты их фундаментальных исследований были внедрены в клиническую практику. Это позволяет нам иметь уже базу не только вот здесь, в этих научных лабораториях, в которых мы находимся, но и в клинических учреждениях. Разработанная с практикующими нейрохирургами РНПЦ, неврологией и нейрохирургией, совместная методика и пилотный проект уже приносит свои положительные результаты. С этих 40 уже 28 пациентам были проведены вот эти вот оперативные вмешательства и внедрения. Эти пациенты были возвращены в общественную жизнь, развратились и стали работоспособными. Учёным, говорит Владимир Адамович, приятно, что открытия, которые они получают в том числе и в созданном центре мозга, находят своё применение в реальной жизни и помогают людям быть более здоровыми.